Давай, говори. В книге Маковейской есть такой эпизод, по-моему, во второй, где там приносят за умерших жертвы, как бы, чтобы грехи порастились. Ну? Ну вот как к этому относиться? И это какая практика? Это нормальная была такая практика? Да никакой практики не было. Это единственный раз у них такое было. Обнаружили случайно. Тайно идолам кланялись. А чего они умерли-то, поняли? Это нигде не одобряется, ничего. Ну, написал, такое событие было, и чего? У нас торгуют везде в церкви. Ну, написал, так что-то, так нормально, ненормально. И ничего, конечно, это, ни одного слова в Библии об этом нету. А они сделали так, собрали там, ну и все. Сделали и сделали. Мало ли еще люди делают. Так что к этому, на это ссылаться никто не ссылается. Благодарю. Да, мы говорим, что они сделали так, грешники, которые сделали такую беду. Они уже не знают, что делать. И католики, и православные ссылаются, что вот и индульгенция, как бы, вот в этом имеет начало. Ну, ну и что? Опускают, всегда считают второе коринфянам, пятая глава, десятый стих. Все, на смазку. И шестнадцатая глава Луки. Пропасть, которая не переходится ни туда, ни отсюда, еще непонятно. А здесь судимы по написанному в делах. Соответственно тому, что человек делал, живя в теле. В теле, а не вне тела. Доброе или худое. Вот запомните это. Запишите. И все остальное полетело кверх тормашками. Ложные надежды окрыляют глупых. Аминь. Ну, все. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. 3.36 Евангелия Теана. Вот и все. Гнев Божий. Счетом собрали деньги. Богу деньги нужны. Пью я кровь козлов, Господь говорит. Мои птицы все на всех вершинах. Богу нужно сердце. А они в чем виноваты были? Приносили жертву идолам. Но они так подумали. Ну, утешались и чего. Вот родная сестра, она Мария. Она сестра Льву Николаевичу Толстому. Она когда он уже умер. А она инакиня, кажется, была. И она тогда там оптинским старцем. Я не знаю, кто там. Анатолий подошла и как. Он говорит, домашнее молитву можешь молиться. Да успокоение тебя. А в церковь не может молиться о нем. Он враг церкви. Так и это. Они сделали это для утешения себя. Ну и все на этом. У Бога даже нигде намека на это нету. Чтобы нас вытаскивали из ада. Картины чудесные какие. Бойщик, он вылез, теперь пьет. За деньги знают сколько. Индульгенции, это они определенно. Вы посчитайте, сколько стоит. Если сблудил обыкновенный там, то стоит там 50 у них левой было. Левой. Вот. А если она была монашка, то уже 500 надо. А если он сам монах был, да она монашка, да 1500. За что, Бог расценки дает? Все это обман. Спасибо, Христос, Игнатих. Аллилуйя. Так. Ну и что еще есть? Братья, задавайте вопросы, пока Игнатих еще время есть. Да, пока есть. А то я сейчас уйду. У меня столько сейчас нахлынуло работы. Вот. Готовим этот пятитомник проповеди во свете Святой Библии. Это пять томов. Если все нормально будет, каждый том будет по 1300 страниц. И вот, сколько, 123 были беседы, ну, вне храма, тематически. Я ими сейчас занимаюсь. Половина только прошел. Глаза уже не смотрят. Прожег все. Мы из храма пришли сейчас только. Я проповедь говорил на тему уже. Из одного стиха, 16-15 марка. Уже несколько проповедей сказал. Завтра уже с иной стороны подходить. Идите проповедуйте Евангелие всей твари. Вот это вот. Завтра я буду говорить, если Господь благословит, о месте. Куда идти? Как узнать? Как услышать глаз Божий? Тем более, эти вопросы по мне у нас все это было. Мы прошли все так хуйдо, бедно. 120 тысяч километров миссионерские поездки. 650 городов примерно районных центров. Встречи, беседы были. Несколько тысяч. Так что у нас на все есть материал. И мы им делимся. Не прячем. Илья Тихович, а в каком случае гнев может послужить к пользе человека? А вот где у Господа гнев возник? Считайте у евангелиста Марка. Что должен делать? Добро или зло? Добро или зло? Они молчали. С гневом воззрел на них. Когда люди не принимают это дело. Простые вопросы. Господь воззрел с гневом. Это нам пример показан. Обманщики. И не где-то главные обманщики в церкви. И особенно попы. Вот смотрите. Выставили сегодня от материала Данила Сысоева. Но он говорит абсолютно одинаково с воином Ясенецким, с архиепископом Лукой. Не крестят. Почему не крестят-то? Да это только парисейство. Это не Птун только бог нет. То есть они безумные. Они не знают, что говорят. Но ни один сектант, ни один старобрядец этого делать не будет. Погружения-то никакого нет. Подготовки никакой нет. А Адаман. Бизнес церковный. Этот рассказывает, когда перестройка-то началась, ну и все коммунистические предприятия это закрыли. Он был второй секретарь, кажется, райкома партии. К райкома. Ну и в больнице лежит и говорит, что делать? А священник, ты попы подбегайся. Там ничего не надо делать больше. Бабы тебя будут держать. Накормят и напоят. Никуда не надо тебе идти больше. Язык у тебя знаешь какой. А мы ничем не отличаемся от вас. А то поп ему наговаривают. Иди в попы. Ни за что не отвечать. Так, братья. Ну, если вопросов нет, тогда, Гнатихович, выбирайте. Кто будет молиться? Ладно. Согласен и на это. Так. А кто такой Арсений Собран? Арсений Собран. Есть такой? Нету, да? Ну, ничего. Пойдем дальше искать. Так. Дмитрий Смирнов здесь? Зеленый огонек горит. А его нету. Ладно. Не прошло. Так. А Ирина Кондратюк здесь? Здесь? О! Наконец-то. Ну вот, вы знаете, что сейчас пропоют достойно. Сразу помолитесь. Искренно так. И в конце прославьте Троицу. И аминь скажете. К слову сказать, мы все ждем, когда вам посылку-то сделать. Мы все еще не получили книги. Но получили известие, что вагон стоит в Новосибирске. Из-за погоды они там его задержали. Это Кристос православие. Ну, вот так. Тогда все, наверное. Кто у вас там будет петь-то достойно? Достойно есть якова истину, Блажите Тя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безысления Бога, Слово Росшую, Сущую Богородицу Тя величает. Господи, благодарю Тебя за это занятие, за братьев и сестер нашего интернет-содружества, за наставника и духовного отца нашего Игнатия Тихоновича. Господи, благодарю Тебя за слышание Слова Твоего и за разъяснение этого Слова Святого. Помоги прорасти этому Слову в наших сердцах, Господи. И помоги нам в благовестии, чтобы это Слово было приправлено солью. Мы просим Тебя, благослови каждого из нас мудростью свыше, Господи. И помоги книгам добраться до места без потерь и без происшествий. Помоги нам не уклониться от истинного пути и следовать за Тобой. За все Тебя благодарим и вздаем Тебе всю славу. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Спасибо, Христос. Благодарю за занятия. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос. Аминь. Спасибо, Христос.